добрый еще наверно пока ночи дамы и господа видите у нас погода изменилась было солнце тепло сейчас тоже вроде бы не очень холодно но пошел дождь чем два часа ночи утренний осмотр вернее не утренний а ночной два часа ночи словакия километров 60 на эра до братиславы сегодня уже 16 среда вот здесь все в порядке по машине никто ночью не ляпал никто не будил никто спать не мешал солярка на месте полинку пальцевый мозол опять вот и это хорошо будем готовиться выезжать наконец-то все праздники закончились у венгров наконец-то хоть немного поработаем а то это уже вот это вот непонятное движение надоело ой хорошему хоть все пошли ставить самовар завтрак чайок и потиху двинем арбайтен стоянка спит еще мой сосед правда уехал уже девятку отстоял меня это пауза часов 12 получится если не больше он если слышно автобан гудзит народ работает но основная масса еще спит сейчас часов четырех начнут потихоньку все разъезжаться с богом поехали работать я же говорю что потихоньку начинают выезжать ровно три часа ночи не соврал три минуты четвертого значит уже утро давайте-давайте парни езжайте здесь рано начинают трудиться чтобы потом на стоянке не стать так лучше выехать пораньше и потом чтобы можно было была возможность приземлиться вот соответственно народ становится потом вот видите кто где кто как может потому что припарковаться вечером часиков после 6 7 очень большая проблема это проблема всей европы все полетели 343 километра до выгрузки но перед этим еще надо будет заехать на таможню до границы с венгрией километров где-то так 84 85 вот тут видите что перед границей с венгрией делается только тут фур на обочинах стоит это все которые бы приезжали и вот что в венгрию заезжать было нельзя не знаю видно не значит дальним ключом вот они вот видите прям как калейка как у нас вот они все приезжали становились здесь становились потому что ехать нельзя тянули по максимуму сейчас достоевают паузы и поедут вдоль обочине видно так у них тут разрешается так делать так давайте на паркинг завернем да все равно грузовикам нельзя по прямой надо где-то остановиться все что мне нужно здесь сделать это только точку отбить точку въезда сменить страну въезда венгрию уже в электронной системе зарегистрировался еще еще вчера подал данные фирма зарегистрировала тут все очень сложно так сложно ничего сложного но венгров как всегда все запутано надо подавать туда-сюда куча данных куда едешь зачем едешь чего едешь на сколько едешь и так далее даже интересно прямой видится даже там грузовиком то и нельзя по прямой ехать еще границу не пересекли должен еще прибор заработать вот тот который польский это словены стоят по и словаки полицаи вот граница вода вот этот вот шлагбаум вот вот мы венгрии через 100 метров и тут сюда все вот прям границу пересек и тут же вот приборчик заработал вон он зелененьким загорелся так пока никого нет вбиваем страну сразу так вот начало страны и ищем где тут наша венгрия господи дед и вот она вот сохранен поехали системе забит страну убил прибор работы в общем можно ехать тут весь и все забито вот что я сюда не хотел ехать вот она приграничная вся эта вот зона посмотрите что здесь творится ну и чё-то тут вот на выезд коллегка собралась может какой контроль стоит венгерский хрен его знает наш словацкий прибор можно отключать будет это стоят на выезд или это так чего дадут на выезд стоят да поедем здесь уже со всеми вместе кто как-то на обочине кто где поэтому видите какая кто путается и машины загоняет а тут без зеркал можно остаться конечно нету убить потому так вот стоять что за кайф то лучше стать заранее райка райка место въезда райка переход называется все сложно у венгров у них всегда было всегда было интересно всегда на них либо дозвол заполнить французский гурнир на курит в стороне либо дороги оплатить когда у них эти еще вручную надо было оплачивать тоже было квест еще тот тоже немецкий там вообще это ни о чем видеоконтроль матрицы виньеты все понятно мы уже в системе поэтому нам можно ехать глядя вырвались погнали дальше и давайте вот так вот они стоят только венгрия по автобанам 80 нужно ехать все едем дальше да ладно теперь истаньте съедите с автомагистрали а чумело что все видите венгров всех через этот венгрии вернее всех через весы опять через весы гонят очередь стоянку не знаю всех подряд тут на весы ли как короче мы лизы вот куда народ ей кому куда показывает не направо на контроль мне прямо не проложить не проложить держитесь но мне показывала но право на контроль она сейчас проедем тут недолго вот так вот они взвешивают такая со стрелочкой должно показывать сейчас я когда первый раз у нас заехал мне не надо было на весы и а сейчас я чуть так и не понял мне показывала стрелка не показывала номер не вбивается поэтому 1 тут пять минут потерять лучше 10 минут потерять потом за пять минут долететь чем потом за нибудь выловит непонятно где будут мне объяснять венгерский что говорит нельзя у нас так пацаны в этом когда на италии идешь со швейцарией там что такой длинный туннель по 19 километров вот и это а пацаны я и перед ним надо заезжать там большая площадка это уже тоже всякие контроли проводят и технические всякие разные вот а наши парни пролетели мимо чё они там опухнулись еще на выезде с туннеля уже встать встречают по 90 евре к выписали каждому ну что все зеленый свет я же говорю проще вот так заехать когда счет непонятно лучше как это перебздить наверное чем не да здесь и спокойно ехать дальше до таможни 227 километров нам принципе три часа езды но мы сейчас тут это автобан щас скоро мы съедем через 28 километров мы с автобана съедем и там уже поездим по националкам а время сейчас пол пятого утра дорогие друзья дорогие друзья в связи с возможным отключением ютуба на территории российской федерации вновь и создан дублер канала на медиаплатформе яндекс ден канал также называется алексей жуковский ссылка на него есть в описании и в закрепленном комментарии проходите по ссылке подписывайтесь на канал алексей жуковский на медиаплатформе яндекс ден в связи с тем что youtube отключил монетизацию а публикации видео это не только съемки а это ежедневный многочасовой монтаж обработка заливка видео требующая ежедневных усилий времени сил и средств для поддержания трафика на многих сим картах различных стран а с открытием зена этого трафика требуется теперь в два раза больше любая ваша поддержка в том числе и финансовая придает дополнительные силы для желания заниматься любимым делом и развития канала для зрителей из россии карта сбербанка в описании к ролику и в закрепленном комментарии для зрителей из других стран кнопка спонсировать на главной странице канала там три уровня подписки выбирайте любую какая вам больше подходит заранее всем огромное спасибо за понимание помощь и участие в развитии канала утро доброе в плане того что расцвело это уже на 85 дороге опять весы или снова ну и вот объясните мне сейчас надо на весы ехать или нет я не понимаю хотя он и грузовик он весовой выехал наверно надо здесь хотя я видел что многие просто по прямой едут а мы сейчас указатель какой-то будет не знаю может мы здесь вот сейчас в этом в динамическом режиме где-то что-то проедем или как не все нам на весы не надо видите у нас стрелка загорелась прямо а если бы их что-то смутило а может уже я уже через весы проехал я уже отбитый в базе данных то есть наверно и поэтому нам на весы ехать не обязательно не обязательно и хорошо поехали дальше короче уже 140 километров остается видите у нас уже все светает денек наступает сзади торопыги быстрее надо цель 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 алю давай пошел работаем страус работаем погнал вот сейчас еще полчасика день проедем вообще спор через 30 километров мы уйдем как бы с 85 но это вот сейчас мы едем в сторону Словении как бы по идее потом как бы Словения будет правее а мы уйдем левее к хорватской границе нам туда пока надо обратил внимание все автовозы везущие машины идут с мигалкой желтой видите еще по идее сзади должна мигалка быть так не видно видно в Венгрии это такое короче такой закон все автовозы должны потому что я сегодня у меня два автовоза выходила и все шли с мигалками и вот еще вот обратил внимание конечно вот минус мана зеркала да вот вроде бы не грязи не было ничего просто дождик прошел что тут автобаны все все боковые стекла и зеркала все их надо сейчас останавливаться и надо мыть ни хрена не видно и там в принципе то же самое там попроще с правой стороны чуть чуть лучше а с этой с левой вот машины обгоняют вот эту воду 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 поднимают и все и вот засирается очень сильно сейчас когда будем паузу делать надо мыть вот есть такое я представляю каково зимой день по России ездить это каждый час останавливаться надо там где песочка тебе насыпет или еще что вообще ж ни хрена не видно вот такой минус замечен а это вот это этот вот город в котором это я когда сюда назад возвращался здесь ночевал в промзоне кстати нормально мне понравилось можно знать и использовать мне интересно сколько дизель 40 а каких 40 480 форентов в форентах это как понять надо будет когда стану посчитать в форентах это сколько если в евро пока вот на всем маршруте самое дешевое топливо это ну как дешевое ну относительно дешевое относительно всех в словакии то я видел евро 67 получалось больше переводе выходило евро 70 ну а в литве там уже евро 90 там все по серьезному не посчитать сколько это будет форентов форентах евро тоже весы наверно выставляют с весом тут я смотрю в венгрии борется чтобы тут не возили того чего не надо лишнего кругом весы встроенные такие так мы куда едем мы еще пока так и идем по 86 в сторону Словении сейчас посмотрю мне здесь вот не на этом ли кольце тогда съезжал или например на следующем нет не на этом значит на том конце кольца мало ли кто будет ехать чисто переночевать можно заехать вообще без проблем на ушки покачивает туда потряхивает покачивает тут венгрии тоже сказать что тут прямо всюду в плане дорог все в идеале тоже не скажешь но автобана нет пока автобанам претензий нет пока вот сейчас ориентируюсь вот здесь я съезжал вот не на кольце вот на этом съезде по моему да на этом съезде я по моему съезжал да и вот сразу же налево поворачиваешь и вот едешь вон эти машины стоят и тут вот вдоль дороги здесь можно в принципе ночевать но мы дальше ага вот как а нет все правильно кран да да еще пока я что думал но по прямой надо нет мы сейчас опять тут налево или подождите да на славению на славению а мы вот сейчас уходим уже налево да все верно ну вот сюда по 87 дороге уходим в сторону но хорватии так на славению на италию вот туда да ты что делаешь то он даже не смотрит видели видели надо было усадить ему в этого автомобиля ездит ездит такой не выспанный наверно поехали такими местными дорожками совсем не совсем так Продолжение следует... 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 Продолжение следует...